снова здравствуйте друзья вот собралась сегодня очередной раз опрыскать свои вот эти зеленые череночки и нашла один стаканчик кстати даже вот самарская лидия как ни странно обычно я за ней слежу где чуть-чуть подвяли мои вот эти вот вот эти вот зеленушки да от щепенцы так сказать посмотрите уже решила вам показать посмотрите в каком виде вот видите он живенький он ничего не сгнил у него уже начинается образовываться колюс вот тут видите такое как бы утолщение беленькая но вот он видите он завял видите вот он завял если он вдруг завял это лучше чем мы бы перелили и вы вот переусердствовали с опрыскиванием если он загнивается конечно тоже можно спасти когда это на начальной стадии вот видите тоже ведь он стоит мало было влажности и он такой завялый что делать я уже об этом говорила скорая помощь и некоторые мои зрители пользовались значит смотрите берем емкость наливаем туда чистой воды ну и в принципе отмачиваем их до состояния пока они не наберут тургор нужный нам чтобы они были такие вот как солдатики видите я проверю все некоторые есть нормальные но видно раз условия были не такие тут влажные значит все отправлю вот из этого стаканчика все отправлю их покупаться через видите вот малюсенький малюсенький даже череночек но на пятна вот тут вот вот в конце если вы уже видите начинается образование такого калюса утолщение немножко и вот я их все не вода просто чистая воде ничего нету они полежат наберут тургор больше не нужно ничем их даже опудривать потому что тут уже они этим корневином или чем вы укореняете все там есть видите вот в каком он виде вялый вялый но если бы вы загнили вдруг у вас вот длинненький такой вот череночек и он начинает вот тут вот под подгнивать вот у значит у вас очень влажный грунт ведь у меня какой грунт нормальный но я не вовремя опрыскала забыла просто в этот стаканчик опрыскать грунт нормальный я увлажнять его не буду но они у меня уже будут увлажненная значит может быть и опрыскивать по листу а но если вдруг у вас загнивает вы видите поэтому я говорю проверяйте загнила вот эта нижняя часть можно отщепнуть повыше грунт заменить на более сухой и снова сделать то же самое но если ситуация мы вот чуть-чуть ну конечно не до сухого состояния если я их высушила в сено то конечно толком и никакого не было они не сено только-только подвяли видите не хватило влажности в самом этом пакете вот хочу еще одновременно показать я вам показывала как я покупала гортензию summer love с открытой корневой системой показывала как сажала буквально на днях я нормировала у нее побеги а вот это ну мое черенкование после обрезки стояли в воде и посмотрите сколько у меня еще будет summer love чиков но не буду все доставать видите густенько-густенько натыкала все эти почечки сняла с одревесневших побегов и видите растение растет на улице я его я его не издеваюсь не загущиваю понимаете я же его про ну прореживаю про нормирую все делаю как правильно растение не страдает но одновременно сколько деточек дает оно само там у меня еще малыш а сколько солнечной любви у меня будет ну в общем поэтому сейчас тоже можно это делать можно даже снимать с растений которые на улице но смотрите почему я говорил о преимуществе ранне-весеннего черенкования температура не такая жаркая вот когда мы раньше делаем нету такого солнца сейчас начинается температура где бы нам их спрятать чтобы и свет был и не было такого жаркого понимаете чтобы они там не сварились при жаркой температуре меньше процессы происходит меньше весной когда вот растение только толчок у него там какие-то гормоны действуют они очень быстро начинают давать корешки вот мне вчера звонила зрительница говорила немножко замедлен процесс но температура уже температурный режим знаете все таки изменяется может быть высокая температура и поэтому очень с влажностью туго угадать и еще я вам показывала что мои собаки сломали шу гараж это уже не почкой черенкования а вот при как бы сказать при нормировании ветки вот это было ну которая видите самая пяточка самой вот этой корой я поделила ветки были длинные я поделила где на две пары почек где на одну и те же условия такой же грунт видите тут была большая листовая пластина поэтому я ее укоротила снова в укоренитель и в такие же условия вот верхушечный череночек видите вот верхушечный череночек тут обрезала больше листья потому что испарение большие большие листья и поставил на укоренение снова также в пакет вот поэтому практически при любых ситуациях бывают какой-то выход не паникуем но извините лучше видите все таки их не до опрыскивать чем опрыснуть когда процессы прошли гнилостные уже в стволике хуже реанимировать хотя тоже есть шанс а если чуть-чуть подвяло ничего страшного не опрыскиваете если мы будем тут опрыскивать очень сильно мы же грунт увлажним да вот мы опрыскиванием вода стекает и грунт становится влажный лучше достали все ваши череночки вы мочили пару я прошлый раз у меня также некоторые один стаканчик завял это было вечером я обнаружила поэтому я на всю ночь их так вот искупала но сегодня как утро я думаю через пару часов они найдут нужный тургор я их снова сюда помещу в общем в общем с каждой ситуацией бывает выход спасибо вам дорогие друзья ну и до новых встреч до свидания